Якутия стала инициатором проведения Всероссийского съезда кочевых школ в Санкт-Петербурге. На таком уровне встреча пойдет впервые. Идею о проведении поддержала Министерство образования России, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, а также Педагогические университеты имени Герцена. Уже в ноябре этого года участники съезда обсудят дальнейшее развитие кочевых школ. Об учебном процессе такой школы расскажет Олег Колесов. В средней школе поселка Тополина идет урок эвенского языка. В классе ученики кочевой школы. Каждую осень они возвращаются в родной поселок и продолжают обучение с другими одноклассниками. А вот с апреля до конца сентября они находятся на стойбищах с семьями, где и проходят обучение в кочевых школах. Весь апрель ездим почти на нартах кочуем, а потом с июня и июля ездим на верхом. Тогда, когда перекочуем, надо на охоту съездить на линей, ну, диких или садах. Большое внимание сегодня пытаются уделять сохранению родного эвенского языка. До 2000-х годов в средних школах классы разделяли на два течения, а который обучался только на русском языке и бы с углубленным изучением эвенского. Но со временем их объединили и язык коренного народа. Начали забывать. Понимать-то понимают вот эти слова, знают об этом, что они говорят. Они это понимают, но не могут говорить, потому что в семье уже не разговаривают. Но тем не менее большинство носителей языка остались именно среди оленеводов. Поэтому кочевые школы, которые не отрывны от традиционного уклада жизни коренных народов, могут помочь сохранить язык, а вместе с ним их культуру. Мы хотим, чтобы наши дети, родители своих детей обучали именно оленеводству. Если раньше из поколения к поколению передавалось вот эти традиции, обречья и так далее, то сейчас мы хотим своих детей тоже к этому обучить. Отметим, что кочевые школы с прошлого года начали переводить в модульное издание. Это мобильные модульные блоки с полноценными классами. Впервые такая школа появилась в Оленевском районе. Всего в республике изготовили три такие конструкции. И второе, значит, в Лоханчистайской школе, Момского улоса, вот буквально на днях должны открыться. И третье, это модульный блок уже доставлен на Нижнеколымский район, село Походск, Походской средней школе. Кроме того, со следующего года на территории республики начнет действовать новая программа по поддержке школ, находящихся в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов, дети Арктики и Севера. Особое внимание уделят кочевым школам.